19 сентября, воскресенье, старый стиль, 6 сентября, недели 13 по 50, на согласии 4 поста нет. Чудо, совершенное святым архистратигом Михаилом в Хонях. В Африке, недалеко от города Иерополя, в местности, называемой Херотопа, находился храм во имя архистратига Михаила. Около храма истекал целебный источник. Храм этот был сооружен усердним одного из жителей города Лаодикии, благодарность Богу и святому архистратигу Михаилу за исцеление его, немой дочери, водой источника. Архистратик Михаил, явившись с сонным видением отцу, немой девице, еще не просвещенного святым крещением, открыл ему, что его дочь получит даже речи, и спив воды из источника. Девица действительно получила при источнике исцеления и начала говорить. После этого чуда отец с дочерью и всей его семьей сокрестились, и усердно благодарным отца был воздвигнут храм в честь святого архистратига Михаила. К источнику стали приходить за исцелением не только христиане, но и язычники. Многие язычников отрекались от идлов и обращались к вере во Христа. В храме святого архистратига Михаила в продолжении 60 лет исполнял панамарское служение благочестивый человек по имени Архип. Проповедя о Христе и примером своей благоугодной жизни, он многих язычников приводил к вере во Христа. В своем озлоблении на христиан вообще и в первую очередь на Архипа, который никогда не отлучался от храма и был примерным служителем Христовым. Язычники задумали уничтожить храм и одновременно погубить Архипа. Для этого они соединили в одно русло две горные реки и направили их в течение на храм. Святой Архип усердно молился Архистратигу Михаилу о предотвращении бедствия. По его молитве около храма явился Архистратиг Михаил, который ударом своего жезла открыл в горе, широкую расселенность повелел устремиться в нее водам бурлящего потока. Таким образом храм остался невредим. Увидев такое дивное чудо, язычники в страхе бежали, а Святой Архип и собравшиеся в храму христиане прославили Бога. И благодарили Святого Архистратига Михаила за помощь. Место же, где совершилось чудо, получил название Хона, что значит «отверстие расселено». Благоверный князь Петр в Инчисе Давид и Февроний в Инчисе Ифросинии Муромские. Благоверный князь Петр был вторым сыном Муромского князя Юрия Владимировича. Он ступил на Муромский престол в 1203 году. За несколько лет до этого Святой Петр заболел проказой, от которой никто не мог его излечить. В сонном видении князю было открыто, что его может исцелить дочь пчеловода, благочестивая дева Феврония, крестьянка деревни Ласковой Рязанской губернии. Святой Петр послал в ту деревню своих людей. Когда князь увидел Святую Февронию, то так полюбил ее за благочесть и мудрость и доброту, что дал обет жениться на ней после исцеления. Святая Феврония исцелила князя и вышла за нее замуж. Святые супруги принесли любовь друг от друга через все испытания, гордые. Бояре не захотели иметь княгиню справствового звания, и потребовали, чтобы князь отпустил ее. Святой Петр отказался, и супругов изгнали. Они на лодке отплыли по акте из родного города. Святая Феврония поддерживала и утешала Святого Петра. Но вскоре город Муром постиг гнев Божий. Народ потребовал, чтобы князь вернулся вместе с той Февронией. Святые супруги прославились благочестием и малосвердением. Скончались они в один день, час 25 июня 1228 года, приняв перед этим монашеский постриг с именами Давида и Фросиния. Тела святых были положены в одном гробе. Святые Петр и Феврония являются образцом христианского супружества. Своими молитвами они визводят небесное благословение на вступивший в брак. Память святых благоверных князей Петра и Февронии, муромских празднуется церковь дважды в году, 8 июля и 25 июня, в день их праведной кончины, и в воскресенье перед 19 сентября, 6 сентября остались или в день перенесения мощей. Мученики Евдоксий, Зенон Макарий. Мученики Евдоксий, Зенон Макарий и их дружины прилили муническую смерть за Христа при императоре Максимиане. Галерий, преемники императора Диоклетиана, святой Евдоксий, занимал высокую должность военачальника в императорских войсках. Он был христианин, так же, как и его друг, святой Зенон, и его дом-правитель Макарий. После издания императором Диоклетианам и дикта о предании смерти христиан, отказавшихся принести жертвы идолам, многие, в том числе знатные люди и сановники, бежали в разные страны со своими семьями. Чтобы избежать мучений и смерти, тогда и святой Евдоксий со своей супругой, святой Василисой и всей своей семьей оставил высокую должность в броске имущества и скрылся в пределах милицины армянской. Правитель Милицина послал воинов разыскивать Евдоксия. Встретив самого Евдоксия, одетого в бедную одежду, не узнав его воина, стали расспрашивать о местонахождении его начальника Евдоксия. Не открывая себя, святой пригласил воинов в свой дом, накормил их и предоставил им ночлег. Встречу свою с воинами святой Евдоксия расценил, как призыв от Господа на мученический подвиг. Утром он открыл своим гостям, что он и есть тот, кого они ищут. Благодарные за гостеприимство воина предлагали скрыть от начальства, что им удалось найти святого Евдоксия. Однако он сам не согласился на это. Сделав все распоряжения по дому, он объяснил своей супруге, что его не следует оплакивать, а наоборот, день его мученической смерти надо отмечать как праздник. Надев на себя воинскую одежду, он ушел с воины к правителю. Святая Василиса и его друзья, святые Зенона Макари, следовали за святым Евдоксием. Правитель пытался уговорить. Святого Евдоксия принеси жертвы идолам и этим сохранить себе жизнь. Высокое положение имущества. Святой Евдоксий твердо отказался от всего. Обречив безумие тех, кто поклоняется бездушным идолам в воинский пояс, знак его начальческой власти, он снял с себя сам и брос в лицо правителю. Находившиеся при этом воины, тайных христиане сделали тоже, а их было более тысячи человек. Смученный правитель запросил императора, как ему поступить, и получил приказание начальников пытать, а прочих отпустить. После длительных истязаний святого мученика Евдоксия повели на казнь. Следуя за мужем, святая Василиса плакала. Плакал и друг мученика, святой Зенон. Тогда святой Евдоксий опять убеждал жену не плакать, а радоваться, что он достоин своего муческого венца, и просил ее похоронить его тело вместе, называемое Амимно. Плачевый Зенон, святой Евдоксий предсказал, что они в одно время предстанут в Царстве Небесном. Водушевленный этими словами, Зенон громко исповедовал себя христианином, за что он невидно был приговорен к смерти. Святая Василиса беспрепятственно забрала тело своего мужа, похоронила его там, где и заповедовал. За это святой схватили, привели к правителю, стремясь разделить и учить своего мужа. Она без всякого страха обличала и правителя, и его ложных богов, идолов. Однако правитель понял ее намерение, не стал ее мучить и прогнал от себя. Уходя, святая сказала ему, чтобы Бог видел ее желание пострадать за свою веру и примет это желание, как исполнен подвиг. Через семь дней святой Евдоксий явил своей жене в видении, велел передать своему другу и дому правителю Макали, что он со святым зеном ожидает прихода к ним в Макали. Последний немедленно пошел к правителю и исповедовал себя христианином, был приговорен к смерти и обезглавлен. Многие христиане также приняли в это время мучить сквозь смерть. Преподобный архив Хиротопский в Хонах. Преподобный архив, сын благочестивых христиан из города Иерополя, в возрасте 10 лет, пришел на поклонение в храм святого архистратега Михаила и остался при храме навсегда исполнять панамарское служение. Он вел суровый аскетический образ жизни, пребывая постоянно в посте и молитвах многих язычников, приходивших. Ко святому источнику он убедил принять святое крещение и оставить языческое нечестие. Обратившись к единому истинному Богу и спасителю Иисусу за Христу, упорные язычники во главе с идольскими жильцами неоднократно покушались убить святого архива, но Господь каждый раз спасал его из рук. Наконец язычники додумали уничтожить храм и одновременно погубить архива, заставить место, где стоял храм и где истекал целебный источник. Видя приготовление к этому злодеянию, святой архив твердо решил не покидать святое место, усердно молился Богу и архистратегу Михаила о сохранении храма и источнику. Господь услышал молитву, и святой сделался свидетелем великого чуда архистратега Михаила, бывшего Хоню. Об этом изложено выше. Чудесно, избавленный от смерти святой архив, прожил неотлучно при храме до маститой старости и мирно скончался 70 лет от роду. Христиане покоронили святого Хоню на месте его подвигов. Мученик Ромил Римский. Мученик Ромил жил в царстве императора Трояна и был приближенным к царю-сановникам-военачальникам. Во время пребывания императора на Востоке с целью усмирения восставших против римлян народностей и веры в сарматов-арабов, в 107 и вторично 115 годах императора, производя проверку численности своих войск, обнаружил в войсках до 11 тысяч христиан. Этих христиан Троян немедленно с позором отправил ссылку в Армению. Святой Ромил при этом укорил императора безбожие и безрассудцы за то, что тот распорядился во время войны и уменьшил число своего войска. Самого себя Святой Ромил открыто предал христианину, разгниванный Троян подверг своего мученика в беспочатном избиении, после чего Святой Мученик Ромил был обезглавлен. Посланные в ссылку воины христиане были также вмешлены в Армении различными видами казней. Священный Мученик Кирилл Гартинский, епископ. Священный Мученик Кирилл, епископ Гартинский, 50 лет был епископом в Гартине. Он пострадал в императоре Деке в 249-251 годах. Приведенный на суд правитель Луки, который принуждал его принести в жертву их дом, той старицы Иерарх, твердо исповедовал свою веру во Христа и отказался исполнить душепаганное требование. Правитель приговорил Святого Кирилла к сожжению, но огонь не коснулся Святого. Видя чудо, многие язычники уверовали во Христа, Луки, изумившись, воздал хвалу христианскому Богу и отпустил святителя на свободу. Святой Кирилл продолжал свою проповедь и многие язычки привел ко Христу. Сам же скорбел, что не сподобился пострадать за Спасителя. Через некоторое время правителю донесли, что Святой Кирилл не перестает благоуставать и продолжает успешно обращать народ от тьмы и язычества к свету истины. Последовал приказ умертвить святителя. Услышав приговор, Святой Кирилл возрадовался, что сподобляется мученинской смерти за истину и сам преклонил голову под меч Третий век. Мученик Кириак, священному мученик Фавст, пресвитер Авиев, диакон и с ним другие святые мученики в числе 11 человек при имущество. Смерть за Христа в Александрии при императоре Дейке 249-21 годы. Во время гонения все они твердо исповедовали себя христианами, пред правителем Валерием и были усечены мечом около 250 года. Тела их были погребены христианами в Александрии. Преподобный Давид Ирмопольский. Преподобный Давид до поступления в монастырь был предводителем шаки-разбойников в Египте, в Ирмопольской пустыне. Он совершил много убийств и других злодеяний. Достигнув старости, он задумался над своей жизнью и ужаснулся своим делам. Оставив шайку-разбойников, он ушел в монастырь и попросил Игумена принять его в число братья для покаяния. Игумен отказывался, объясняя Давиду, что жизнь их очень суровая и ему будет не по силам. Давид наставил, наконец, открыл Игумену, что он известный разбойник Давид. Он сказал, что если ему не будут открыты двери монастыря для покаяния, то он вернется к прежнему образу жизни, раздалит монастырь и перебьет инков тогда. Игумен допустил его в монастырь и ко всеобщему удивлению Давид стал примерным монахом. Своими суровыми подвигами Давиду произошел все братья через некоторое время. К Давиду был послан Господа Архангел Гавриил с извещением, что Господь его простил. Однако преподобный Давид по своему смирению не мог поверить, что такому великому грешнику, как он Господь так скоро даровал прощение. Тогда Архангел сказал ему, что за свое маловерие Давид останется немым. Давид взмолился, чтобы способность говорить была ему оставлена для молитвы, чтения правил участия в церковных службах. Это было ему даровано, а в остальное время он остался немым. В конце жизни преподобный Давид получил от Бога дар чудотворения, и он исцелил многих больных, изгонял из бесноватых злых духов. Прожив таким образом много лет, он представился ко Господу в VI веке. В этот день Святая Церковь празднует память Собор новомучников-исповедников казахстанских, приходящих праздновать в первое воскресенье после 3 сентября, священномучика Дмитрия Спаска Пресвитера, священномучика Константина Богословского, Иоанна Павловского и Всевлада Потемкинского Пресвитеров, икона Божьей Матери Аропецкая, Аравийского Всепятой Матери Киева Братская.